Одно из самых странных увлечений детей любого поколения является спиритизм. Обычно желание кого-либо вызвать из потустороннего мира появляется в момент скуки. Отключили свет в доме, вы находитесь в гостях или проводите вечерний досуг в кругу друзей. Так вот, тревожить заблудшие души из параллельной вселенной можно по-разному. При помощи спиритической доски или, к примеру, стоя перед зеркалом, проговаривая различные слова, ожидая в отражении увидеть появившегося призрака. Сегодня мы поговорим про дух Кровавой Мэри. Погрузимся в эту небольшую, но довольно мистическую историю. Всегда хочется знать всю истину о происхождении подобных историй. И почему же спустя десятки и сотни лет Кровавая Мэри по сей день обитает в зазеркалье. Проще говоря, заперта в другом мире. Представляет ее по-разному. Ведьма средневековья, девушка из нашего времени, погибшая в автокатастрофе. Сложно понять, что есть правда, а что вымысел. Но сейчас мы постараемся открыть вам завесу тайны. Из различных уголков планеты говорят по-разному. Но одна из самых внушаемых версий звучит из штата Пенсильвании. Суть в том, что Кровавая Мэри когда-то была человеком, проживала свою нелегкую жизнь, но в конечном итоге прославилась как знахарка со странными чертами лица и поведением. На то время Мэри была отшельником и проживала в небольшой землянке возле леса. Но если ты не от мира сего, будь готов к осуждению со стороны народа. Собственно, люди считали ее той, кто без проблем может наложить на тебя проклятие, осуществить различные магические действия, да и всячески обходили бабушку за десятки метров до определенного момента. Конкретнее в один из дней в городке, где проживала Мэри, стали пропадать люди. Две маленькие девочки исчезли. Жители обыскали всевозможные дома, закоулки, но результаты были тщетны. Местные тимуровцы набрались храбрости и решили обыскать жилища той самой Мэри, чтобы понять, хранит ее дом чьи-либо души или нет. Итог был прост. Тела не нашли. Прямых улик не было обнаружено и на Мэри не могли завести никакого дела. Но вот что странно, сморщенная бабулька на закате своих дней вдруг помолодела на приличное количество лет. Шло время, жертв становилось все больше и больше, однако у всего есть свой завершающий и логический итог. Все догадки о том, что Мэри – это самый настоящий колдун чародей и ведьма в одном лице, подтвердились в тот момент, когда произошла так называемая «последняя капля». Мэри наслала заклятие на свою очередную жертву, которая, пробудившись, неожиданно ночью встала и целеустремленно отправилась в сторону леса. Это заметили жители города и решили проследовать за женщиной, чтобы докопаться до истины. Заколдованная женщина привела жителей к той самой виновнице всего этого торжества. И справедливый люд решил там же произвести самосуд, который был принят коллективно. И каждый проголосовал за то, чтобы сжечь ведьму зажима на костре. Смерть Мэри была удивительным событием, ведь после этого будто по волшебству с дома ведьмы спали чары. И вокруг него были обнаружены тела погибших девочек. А в процессе расследования было установлено, что кровь невинных детей была использована для того, чтобы осуществлять обряды омоложения. Почему же Мэри по сей день находится в Зазеркалии и не может обрести покой? Наказание она получила. Страдания, боль вернулись обратно к ведьме. Но мы не произнесли одну важную деталь, которая расставляет все точки над «и». Когда Мэри начали сжигать заживо, та, в свою очередь, прокричала проклятие, которое гласит, что любой из храбрых, которые осмелятся произносить ее имя, стоя перед зеркалом, получит, о чем просит. А именно, в его дом придет злостный, коварный и жаждущий смерти дух Мэри и отберет у того все самое дорогое, включая его собственную жизнь. Заклятие дало Мэри возможность являться к людям и творить зло, но в наказании она всегда находится в Зазеркалье и горит в адском пламени. И если на мгновение задуматься, именно эта история о кровавой Мэри прожила так много лет и до сих пор о ней говорят. И сейчас вы можете словить себя на мысли. Мэри была сильна настолько, что заставляет говорить о себе спустя так много времени. И, возможно, мы будем правы в своих домыслах. А может, это все популярная и выдуманная история. Сейчас окунемся в детали. Поговорим о том, как именно происходит ритуал призыва кровавой Мэри. И узнаем, возможно ли ее выгнать обратно в свой мир. Или теперь придется делить с ней свою комнату до конца дней. А ранее конечным процессом вызова духа кровавой Мэри является желание узнать, кто же будет суженным девушки. По поверью, кровавая Мэри представляла перед лицом призывающей его женщины вместо ее собственного отражения. Но смотреть на нее запрещалось. Нужно было глядеть ей через левое плечо, за которым можно было рассмотреть силуэт суженного. Сейчас мы живем в мире, в котором люди пытаются вызывать призраков, даже не задумываясь о последствиях. И в очередной раз, когда ребенок попытается призвать такого сильного и могущественного духа, как Мэри, должен быть готов к тому, что к нему придет не она, а любой другой полтергейст, который захочет принять облик кровавой Мэри, попугать его и забрать жизненные силы, эмоции и напитать душу страхом. Из атрибутов «Свеча и зеркало» Поздно ночью зажгите свечу, встаньте перед зеркалом и трижды произнесите слова «Кровавая Мэри, приди». Теперь остается только пристально вглядываться в свое отражение. И как только вы заметите, что происходит что-то странное, медленно переводите свой взгляд влево и наблюдайте. Там можно увидеть лицо своего будущего избранника. Но если вы понимаете, что в вашем отражении происходит что-то негативное и дух тянется к вам, тогда срочно прекращайте сеанс. Как это сделать? Произнесите изгоняющую фразу трижды. «Кровавая Мэри, уйди». Не выключайте свет и не тушите свечу. В противном случае Мэри может выйти из-за зеркалья и вселиться в тело человека. А включив свет, вы сломаете тот самый портал между мирами и не сможете отправить дух туда, откуда он пришел. Если ритуал прошел гладко, отправьте Мэри в свой мир. И на этом все. Однако не советуем использовать это как руководство к вызову духов. Это может быть опасным для вашей психики. Ритуалы проводятся по-разному. Некоторые используют красную помаду, а любители острых ощущений и вовсе кровь. Расскажу вам небольшую историю, которая произошла с неким Мэтью. Как я и говорил ранее, дети просто обожают вызывать всех подряд из-за своего любопытства. Так и произошло с Мэтью, который проживал в штате Техас. Ему было около 11 лет. И на летние каникулы он попал в детский лагерь, в котором весело проводил время до одного определенного момента. Как мы знаем, в каждом детском отряде есть свой вожатый, который всячески развлекает свою группу. И вот один такой вожатый был во главе отряда, в котором находился Мэть. Одним вечером, имея 30 минут свободного времени, вожатый, чье имя звучит как Крис, рассказал страшную историю о кровавой Мэре, задав детям странное послевкусие и желание узнать все на собственном примере. Когда все отправились отдыхать, Мэтт и еще один его товарищ, который был полон энтузиазма, раздобыли свечу, небольшое зеркало, нашли укромное место и приступили. Скажем так, все было замечательно до определенного момента, пока в отражении зеркала Мэтт не увидел странное лицо, которое напугало его так сильно, что он отбросил зеркало, которое треснуло. Он отправился спать с желанием поскорее забыть о том, что произошло. Было бы чудесно, если бы это был бы конец, но вот ночью Мэттью была совсем не сладкая. Ему приснилась странная женщина, которая стояла недалеко от него, но которую он не мог увидеть. Он пытался двигаться, но не мог, а в ответ лишь слышал страшный и безумный смех женщины. Как рассказывал Мэтт позже, он пытался проснуться, но не мог. Он будто испытывал сильный жар тела в совокупности с электрическим током. В моменте он проснулся, тяжело дыша, и осознавая, что наделал. Прошло много лет с того времени, но Мэтт больше никогда не шутил с зеркалом и духами. Не спешите негодовать, если вдруг легенда о кровавой Мэри для вас в новинку, и вы слышали совсем иную. Ведь истории о Мэри десятки, и никто точно не знает, какая из них будет иметь больший процент доверия. Где-то говорят, что она была английской королевой с 1516 по 1558 год, а кто-то считал ее ведьмой из маленького городка. В этой истории действительно есть мистика, которая не поддается логическому объяснению. Многие люди видели страшные лица в зеркале на собственном опыте. Кто-то потерял дар речи, а если покопаться в этой истории более глубже, то, я думаю, можно найти и более жуткие случаи. Относиться к вещам, которые имеют мистический характер, нужно с аккуратностью и уважением. А лучше и вовсе не пытаться повторять за кем-то, ведь не хочется, чтобы в жизни происходили довольно странные вещи. Верно? Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok